уважаемые стрельцы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 11 по 17 сентября включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет как женщинам так и мужчинам что мы сегодня просматриваем общие характеристики всей этой недели все что связано с домом с бытом семьей взаимоотношениями рассмотрим также вашу профессиональную сферу все что связано с работой карьерой текущими делами возможными заработками также рассматриваем расходы кредитные линии долговые обязательства для тех для кого это важно внешний мир в отношении вас любая информация которую будет расклад показывать скрытые факторы разберем что в них позитив или негатив подведем итоги этого периода посмотрим какими для вас могут быть выходные дни и также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания это карта которую я достану самый последний после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос думайте о своем желании колода настраивается на вас напоминаю что все те кто знают свой асцендент вы можете расклад смотреть и по асценденту и по своему основному знаку зодиака это и другое абсолютно верно это карта которую я достану самые последние и ответит на загаданный вами вопрос колода полностью готова и я приступаю к выкладке уважаемые стрельцы все карты вашего расклада перед вами не я приступаю к его чтению сразу хочу обратить внимание на то что в нижней линейке вашего расклада фактически в его основе это то на чем вы сами основываетесь или то на чем вы стоите в дне сегодняшнем это карта верховной жрицы это карта мага это карта старшего аркана колесницы и карта старшего аркана солнышко даже если ваш расклад рассматривать исключительно по этим четырем старшим арканом я вижу что многие из вас им пытаются что-то в своей жизни менять вы активны но есть некоторые сомнения есть двойственность есть порой неуверенность то есть вы можете делать шаг вперед потом остановка и размышления потому что есть неуверенность потом снова активность потом снова действия очень много мечтаний очень много надежд в основе вашего расклада также вижу карту туза жезлов и в дом ваших финансов выпал еще один туз это туз мечей это все говорит о том что вы пытаетесь запустить какие-то важные свои мысли важные идеи важные может быть начинания и у каждого из вас это что-то свое но в большей степени для вас важно что-то обновить финансовой сфере потому что туз мечей выпал именно финансы это говорит о том что возможно для вас будут важны дополнительные или новые денежные проекты расклад начинается с благоприятной карты и это король чаш это говорит о том что в начало этого периода вы входите с хорошим настроением как женщины так и мужчины но если говорить о женщинах то на вашу жизнь большое влияние может иметь мужчина по королю чаш это может быть супруг друг это может быть любой родственник это может быть любой хороший знакомый о котором думаете вы который думает о вас если говорить о мужчинах стрельцах несмотря на то что вы относитесь к огненной стихии эта карта показывает ваши абсолютно другие качества мягкость талантливость созидания чувствительность и большую эмоциональность это может говорить о том что вы что-то пропускаете через свое сердце через свою душу и для вас важны вопросы не только карьеры работы финансов но для кого-то и личных отношений любые проекты вы можете начинать решать или чем-то заниматься важным прямо с понедельника но карта больше хороша для творчества для отдыха если у вас есть хобби или увлечения понедельник как раз благоприятен тем что вы можете заняться чем-то для души по крайней мере такая возможность у вас может быть на входящие события для вас выпал еще один старший аркан и в данном случае эта карта смерти что важно что она выпала в малый крест вашей судьбы а в малом кресте мы наблюдаем еще один старший аркан это колесница даже эти две карты в центре расклада могут говорить о важности происходящего по смерти конечно не стоит бояться эту карту на физическом уровне потому что эта карта показывает трансформации вашей жизни важные изменения но во многом к этим изменениям вы до конца не готовы то есть ваша жизнь ставит может быть перед какими-то фактами событиями но вам тяжело что-то принимать вам тяжело отказываться от чего-то из прошлого то к чему вы привыкли или сложно отказываться от того что вам было дорого и об этом также может говорить первая карта короля чаш я вижу что также здесь у кого-то и в личной жизни может быть не все гладко поэтому вы как бы я вижу по этой карте старайтесь отсечь какие-то негативные мысли которые мешают вам настроиться на работу на что-то еще по 13 старшему аркану могут проходить не только ваши собственные проблемы но и проблемы ваших близких вашего рода дома семьи и об этом может говорить карта луны которая выпала на внешний мир и она параллелит с десяткой монет то есть вы боитесь нестабильности финансах вы боитесь нестабильности в доме в чувствах и 13 старшим гон говорит о том что вы еще прошли не все жизненно важные уроки и есть те уроки которые вы еще будете проходить до карта сложно потому что по этой карте это всегда испытания это всегда некоторые надрыв в нашей жизни когда что-то происходит на надрыве когда из-за чего-то мы болеем или из-за чего-то мы страдаем но 13 старший аркан благоприятно трансформируется в хорошие младшие арканы в центре мы видим двойку чаш рядышком мы видим туз мечей и мы видим также пажа чаш поэтому что-то хорошее позитивное светлое все-таки побеждает я вижу что вы с кем-то будете налаживать контакты если вы с кем-то в ссоре будете мириться то что касается текущих дел работы любых договоренностей вы абсолютно с каждым постарайтесь договориться найти общий язык и в любой даже негативной ситуации вы будете искать для себя позитивные моменты я вижу что вас кто-то очень сильно будет поддерживать потому что центральная карта эта карта партнерства и мы на этой карте видим изображение пары прекрасное взаимодействие двух людей когда есть слышимость когда есть понимание великолепная карта для тех людей которые пытаются выстроить свою личную жизнь или привести в порядок отношения в семье также по работе если в прошлом у вас не получалось кем-то договориться то на этой неделе такие возможности есть пройдя те испытания которые вы проходите по 13 старшему аркану вы будете щедро вознаграждены потому что в скрытых факторах по диагонали от этой карты я наблюдаю карту солнышко в скрытых факторах это возрождение а это стабилизация это возможности это ресурсы да именно ресурсы на физическом плане то есть это могут быть финансы хороший доход на физическом уровне это хорошее здоровье поэтому даже если кто-то болеет или кто-то болеет рядышком с вами все это можно поправить но по 13 старшему аркану скорее всего вы в жизни очень много пересматриваете или вам приходится пересматривать очень много давайте возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех кто при работе на сегодняшний день и также возьмем карты и для тех кто не работает те кто при работе для вас выпала тройка чаш эта карта урожая карта успеха признания ваших заслуг карта может показывать любые бонусы если вы работаете на других людей на руководством это может быть одобрение начальства это могут быть похвалы это могут быть денежные премии явно в работе рядышком с вами есть люди которые могут являться вашими единомышленниками потому что здесь я вижу три человека которые что-то праздную это может быть праздник и в прямом смысле слова когда у вас есть определенные достижения и вы можете пользоваться своими знаниями и эти знания приносят вам хороший доход возьмем для вас еще одну карту на совет на совет выпала пятерка монет эта карта все-таки говорит о том что расслабляться нельзя и вы должны быть постоянно в рабочем тонусе карта может говорить о том что была нестабильность или был застой может быть работе ранее может быть кто-то какое-то время был вообще без работы или бывают такие моменты что-то густо то пусто бывают и моменты разочарований но все это вы можете по центральным картам уладить теперь возьмем карты для тех кто в этот период вошел не работая посмотрим что нужно знать вам для вас выпала восьмерка чаш эта карта говорит о том что вам хочется уйти от какой-то ситуации которая вас напрягает тех кто активно работу ищет я вижу что скорее всего в этом периоде работу пока найти сложно но даже на этой неделе вам кто-то что-то может предлагать или это могут быть ваши собственные идеи по поводу которых вы с кем-то советуетесь то есть трудоустроиться возможно но скорее всего пока нет четкого плана или нет четкого понимания туда куда вы хотели бы попасть давайте возьмем для вас еще одну карту это паш жезлов эта карта может показывать элементарную нехватку знаний в той или иной сфере деятельности и карта может говорить о том что во первых вам нужно продолжать искать во вторых возможно вам придется подучиться или чему-то переучиться может быть вы на первых порах будете как ученик или ученица но вы очень быстро можете входить в курс дела и нарабатывать нужный опыт в той или иной профессии новый или дополнительный опыт также карта говорит о том что если для вас работу все-таки важно найти попытайтесь задействовать еще кого-то заинтересовать других людей как можно большему количеству других людей рассказать о том что у вас есть такая-то проблема и информация откуда-то обязательно придет если меня смотрят те люди которые на пенсии или вы в силу других причин дома для вас выпала восьмерка жезлов и эта карта показывает огромную активность как вашу так и активность других людей рядышком с вами поэтому те у кого есть дополнительный источник дохода замечательно вы что-то можете по этой карте развивать но эта карта также может говорить и о том что вы можете что-то создать потому что в дом финансов выпала карта туза мечей а здесь мы видим активные договоренности при этом кто-то из вас мог бы работать даже дистанционно возможно вы ждете информации издалека или у вас есть родственники за границей или вы сами находите за границей потому что карта может показывать дальние расстояния и очень много общения карта хороша тем что она дает зеленый свет на многие ваши начинания и желания возможно кто-то в этом периоде или в ближайшее время будет куда-то направляться куда-то ехать потому что карта может показывать и дороги как на близкие так и на дальние расстояния ну и по этой карте вы с кем-то можете укреплять дружбу может быть кто-то из внешнего мира вам предлагают какие-то хорошие идеи интересные для вас которыми также стоило бы воспользоваться если говорить о вашем финансовом поле в общем как я уже говорила многим из вас нужно быть в постоянном тонусе потому что в дом финансов выпала карта туза мечей и она все-таки может говорить о том что либо деньги достаются или доходы достаются вам с трудом перед вами постоянно есть масса каких-то препятствий того что вам нужно преодолевать но при должном напоре при должном желании хороших достижений вы получаете то что вам нужно поэтому свое финансовое поле поправить многие из вас могут те у кого есть долги или кредиты несмотря на то что могут быть некоторые сложности с отдачей по финансам прежде всего эта карта говорит о том что свои долги нужно закрывать потому что у вас могут возникать проблемы с госструктурами если это банки это могут быть напоминания это могут быть извещения может быть кто-то из вас обдумывает оформление новой кредитной линии что интересно что несмотря на то что во внешней мере нестабильность и вы как раз вот этой нестабильности боитесь в общем по раскладу я вижу что небольшую кредитную линию вы могли бы оформить и скорее всего вас одобрили бы банки хотя желаемый кредит вы скорее всего получите не сразу потому что выше мы все-таки видим 13 старший аркан но закрыть его рассчитаться вы полностью сможете и при том вполне успешно и возможно еще и то что этот кредит вас будет дополнительно стимулировать на то чтобы вы зарабатывали больше также если в этом периоде для вас важно чтобы определенные денежные суммы работали на вас если вы делаете определенные вложения при правильной тактике при четком плане действий при умении анализировать и прогнозировать финансовых многих вопросах вас может ждать финансовая удача несмотря на то что на внешний мир выпала карта старшего аркана луны которая говорит о нестабильности во внешнем мире которая так или иначе может все-таки на вашу жизнь отражаться и это также вас лишний раз стимулирует на то чтобы вы все в своей судьбе держали под полным контролем я вижу что от вас могут зависеть еще ваши близкие кто-то из вашего дома из вашей семьи или ваши близкие пользуются тем что вы им даете или тем что вы для них делаете но теперь перейдем к нашим семейным парам и посмотрим что в вашем быту что в ваших домах для тех кто в паре для вас выпала десятка монет и для вас выпала карта пажа чаш карты хорошие и они говорят о том что в этом периоде отношения в паре в семье будут укрепляться также немаловажно это что по десятке монет ваш дом будут поступать очень неплохие финансы и благодаря этим деньгам многие бытовые вопросы будут решены возможно в этом периоде кто-то из вас захочет сделать для дома важные покупки обновки для себя или для близких может быть вы чем-то захотите порадовать ваших детей я вижу также то что возможно вы сами находясь в доме что-то изучаете либо учащимися являются ваши дети и я вижу что вы своим детям прививаете чувство прекрасного и в то же время вы их учите быть финансово грамотными людьми также эти две карты могут говорить о том что ваш дом открыт для ваших близких для самых родных и по десятке монет возможно это что кто-то будет что-то праздновать может быть у кого-то из близких день рождения может быть это просто моменты когда вы собираетесь вместе за одним столом и вам и вашим близким нужно общение друг с другом потому что вы во многом друг друга будете поддерживать те кто зарабатывает не выходя из дома десятка монет замечательная карта потому что она говорит о том что вы можете зарабатывать очень даже неплохо и я вижу что те у кого есть дети или внуки они вас также чем-то непременно будут радовать но теперь давайте посмотрим что происходит у наших свободных стрельцов для свободных выпала карта туза жезлов карта верховной жрицы и карта старшего аркана мага для наших свободных выпала очень интересные арканы они могут говорить о том что у кого-то из вас есть способности к медицине философии магии эзотерическим практикам в общем это могут быть и любые другие науки или знания которые вас могут интересовать потому что я вижу что вы здесь чему-то способны учиться вы способны накапливать новые знания хотя на сегодняшний день я вижу за вашими плечами огромный багаж мудрости которым вы могли бы поделиться еще с другими людьми вас также увлекают новые проекты и желания перемен потому что об этом говорит и карта туза жезлов и карта старшего аркана мага она говорит о том что вы хотите чем-то поэкспериментировать возможно вы хотите что-то совмещать в работе и в учебе может быть хотите рискнуть в каком-то деле которая для вас очень интересно но центральная карта говорит о том что вы много рассуждаете думаете осторожничаете изучаете данные вопросы в общем-то правильно делаете и по этим картам я вижу что меня действительно могут смотреть практике люди которые уже чего-то в жизни достигли всех достижений которые имеются конечно же вам недостаточно и вы думаете о дальнейшем росте для тех кто занимается магией великолепные карты для любого рода ритуалов в этом периоде для коррекции судьбы для личной жизни возможно вы кому-то будете обращаться за такой помощью по верховный жриц это может быть женщина таролог астролог психолог но рядышком карта мужских энергий то есть у вас может быть выбор мужчина женщина также кого-то из вас могут волновать и вопросы собственного здоровья может быть для вас важно пройти дополнительное обследование или подлечиться и в вашем случае центральная карта может показывать женщину врача но помогу это могут быть и нетрадиционные методы лечения то что касается вашей личной жизни несмотря на то что вы можете быть очень привлекательной фигурой для противоположного пола вы все-таки даже здесь осторожней шейте и даже если вы с кем-то встречаетесь я вижу что пока вы не спешите с выводами если вы уже с кем-то в отношениях то рядом с вами может быть очень сильный партнер который где-то может быть пытается вас немножечко подавлять или подчинять своей воле этот человек вам может быть интересен но пока вы его изучаете для тех кто по-прежнему в свободном поиске потузу жезлов конечно это могут быть и новые знакомства и в вашу жизнь могут входить разные люди по магу но спешить и вам тоже пока ничем не стоит возможно и то что кто-то имеет отношения с человеком не полностью свободным или отношения из разряда тайных потому что все-таки в центре верховная жрица и она показывает тайны либо у вас какие-то тайны от человека который рядышком и вы полностью всего не проговариваете либо вы пытаетесь проникнуть в тайны того человека который рядышком с вами но теперь посмотрим что в скрытых факторах вскрытые факторы для вас выпала семерка чаш карта старшего аркана солнышко и карта рыцаря чаш три замечательных аркана семерка чаш показывает ваши огромные мечты и ваши огромные надежды очень много планов или мыслей о том в чем бы вы хотели себя еще попробовать и поверьте что по солнышку много из задуманного вы можете действительно реализовать потому что по солнышку ваши амбиции будут продвигать вас вперед и вы на правильном пути по солнышку к вам будет притягиваться и нужная информация и нужные люди и нужные обстоятельства во многих вопросах вы можете достигать и хорошего результата и победы эта карта эмоциональной наполненности и радости радости от полученных достижений и это та радость которую вы сможете разделить еще со своими близкими рядышком мы видим карту рыцаря чаш и для женщин это поддержка мужского лица также карты могут говорить о том что возможно кто-то из вас хочет поехать куда-то ненадолго на отдых или вас кто-то куда-то может быть приглашает замечательные карты для свиданий но и для деловой сферы карты очень хорошие потому что здесь я вижу что в деловой сфере вы себя еще будете раскрывать это творческий подход к любым вопросам это масштабное планирование и действительно ресурсы и возможности на завершение этого периода для вас выпала карта старшего аркана колесницы если говорить о результатах этой недели результатами вы будете довольны я вижу человека который мчится вперед который смотрит в будущее который не хочет оглядываться назад эта карта прорыва а это говорит о том что многие из поставленных задач на эту неделю вы сможете решить и также победоносно вы войдете и в следующий период и уже на следующую неделю у вас также масса планов и задач и вы по этой карте понимаете что если не вы то никто за вас ничего не сделает поэтому все снова таки берется под ваш собственный контроль и вы впереди планеты всей потому что вы многое по этой карте способны организовать вы лидеры по натуре и вы еще кого-то за собой способны повести скорее всего выходные дни вы не захотите находиться дома карта может показывать любые выезды поездки то есть если в планах запланированы дороги они будут для вас очень успешными но даже если такие дороги не запланированы и вы спонтанно куда-то захотите выйти или поехать тоже вас ждет удача и успех но теперь посмотрим на карту форс-мажора или карту скрытых факторов также это для вас дополнительный совет здесь мы видим пятерку жезлов эта карта борьбы и огромной конкуренции это говорит о том что вам за место под солнцем еще предстоит борьба борьба с конкретными людьми и потому что по этой карте вам кто-то умышленно может создавать препятствия вас может кто-то сознательно провоцировать на конфликты вас кто-то может выводить из равновесия но вы должны уметь за себя постоять ну а теперь посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпла тройка монет эта карта дает ответ да но в отношении вашего вопроса нужно будет еще потрудиться возможно нужно будет немножечко больше времени либо ваш вопрос нужно лучше изучить и скорее всего вам здесь еще кто-то будет помогать или вы с кем-то будете по вашему вопросу также общаться советоваться консультироваться но здесь положительный взаимообмен энергиями будут некоторые волнения переживания того что что-то может не получиться но в конечном итоге все у вас получится опять-таки я вижу что даже тот вопрос который вы задали автоматически на сегодняшний день связан с блоками и препятствиями которые есть в настоящем и если вы сможете эти блоки преодолеть а вы сможете то вы желаемое непременно получите но теперь давайте возьмем оракул ленорман и я спрошу что еще для вас было бы интересно знать в этом периоде или можем сделать немножечко иначе подумайте сейчас о том что для вас очень важно в этом периоде самый важный вопрос и я достану карты и посмотрим о чем они расскажут в отношении того что вы для себя задумали выпала карта мужчины выпала на в перевернутом виде давайте посмотрим карта солнышко изначально если говорить о мужчинах стрельцах то скорее всего раньше вы делали какие-то неверные действия и определенные ошибки которые были допущены раньше вы можете повторить в этом периоде потому что карта изначально выпали в перевернутом виде или карты могут говорить о том что в каких-то вопросах у вас неуемные амбиции или неуемный эгоизм в отношении других людей то есть карты могут проиграться и таким образом я ни в коем случае не хочу вас обидеть но когда во время гадания карты разворачиваются противоположной стороной это всегда неспроста если говорить о женщинах то на вашу жизнь может влиять вот такой сильный амбициозный мужчина с которым вам порой очень сложно договариваться возьмем для вас еще одну карту эта карта метлы и эта карта тоже может говорить о конфликтах но здесь уже что-то более не менее стабилизируется когда все-таки выстраивается какая-то ниточка или цепочка взаимодействия с другим человеком когда вы можете в чем-то разобраться и сгладить те острые углы которые возникали если эта работа бизнес явно у вас тут с кем-то еще предстоит серьезный разговор вы что-то будете пытаться корректировать вы попытаетесь отбросить все не нужно и карты говорят о том что вам даже в каких-то взаимоотношениях если это работа или личные отношения нужно выместить ненужный ссор балласт есть что-то то что мешало развитию или общению и возьмем для вас еще одну карту на совет карта косы отсечения но в данном случае это не просто коса эта коса говорит о том что как будто бы уходит время и если не предпринимать никаких действий то время работает не на вас поэтому по этой карте вам в чем-то нужно действительно ускоряться и как вариант разрубить тот гордеев узел который вас беспокоит возьмем для вас еще одну карту на утешение на утешение выпала карта крыс не сильно утешает потому что она говорит о том что рядышком с вами есть или люди или человек который думает исключительно о себе это меркантильные интересы других людей или эгоизм других людей как совет эта карта говорит о том что вы должны думать находясь в такой обстановке о своих собственных меркантильных интересах о своей выгоде как это не странно звучит но это так уважаемые стрельцы таким для вас был расклад на этот период всем удачной недели оставляйте обратные комментарии пишите как расклад с вами проигрался благодарю вас за просмотр и подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан и я не прощаюсь с вами я вас всех жду непременно на следующей неделе в следующих видео обзорах до свидания